Вопрос от моего приятеля и коллеги, которого зовут Юра Дудь. Он, к сожалению, сегодня не смог прийти в эту студию, но попросил меня задать этот вопрос. Конечно. Тина, согласно Спарку, Матч ТВ закончил год с убытком в 1,7 миллиарда рублей. На Культуре я получал всего 50 тысяч рублей за программу. Куда ушли остальные деньги, на что вы их потратили? Ну, во-первых, Машенька, я уже сказала, еще раз повторюсь, что... Не мне Юрия. Нет, ну почему? Вы же не просто как бы неоживленный какой-то передатчик. Вы же живой человек, журталист, который, наверное, перепроверил, правда же, все данные, которые дал вам Юра, и так мне задают вопрос? Или не перепроверив, просто задают вопрос? Я прекрасно помню эту статью, которая выходила в том числе на сайте sports.org, главным редактором которого является Юра. То есть вы доверяете? То есть вы видели факты, вы видели, соответственно, спарку, вы все видели и перепроверили? Я доверяю тому материалу, да, скажу вам честно. Вы перепроверяете факты, все-таки журналист должен пользоваться фактами, а не слухами, тем, что передал ему товарищ. Возвращаясь к Юрию, Юрий регулярно прорывается во все эфиры, где задает мне вопрос. Я бы пришла даже к нему в программу, честно говоря, если бы, собственно говоря, очень много раз звал, но я честно сказала, что наше с ним интервью, оно абсолютно обречено, потому что Юра разговаривает всегда, как бы сказать, в коннотации человека, который всегда прав, он уже все знает, он уже все ярлыки навешал, ему 50 тысяч рублей платили, и, соответственно, он, собственно говоря, бедняжка, уволен с телеканала Мачтова. Но вы же знаете, что это не так. Вы же знаете, почему закрылась программа. Нет, я не знаю. Все очень просто. Телеканал Мачтова, собственно говоря, в той части, за которую я авторизован, дайте я отвечу про то, я еще раз говорю, за хозяйственные вещи я не отвечаю. Дайте я отвечу за то, что я отвечаю, и за финансово-экономическую деятельность. Мы можем производить околоспортивный контент, Максим, только в том случае, если он экономически эффективен. Для того, чтобы он был экономически эффективен, мы проходим очень много ступеней авторизации. Что это значит? То есть мы делаем прогноз, потом на этот прогноз дают прогноз финансисты, потом, соответственно, контентный комитет утверждает, соответственно, там, эту программу. И чаще всего, да, эти вещи называются именами, для того, чтобы у меня программа состоялась на канале, мне нужен спонсор. То есть как только мы находим спонсора, соответственно, выходит программа. Ну, и у Юры в этом смысле, и Маша это знает, Маша, вы же это знаете. Но вы же говорили, что вы прекрасны, прекрасные рейтинги были на канале. Конечно. И у Юры был спонсор. И вы же знаете, почему спонсор от них отказался. Нет. Меня спрашивали коллеги, я все не знаю. Маша за эфиром вам обязательно расскажет, Аня. Не будем спорить в эфире, потому что это, в принципе, к сожалению, достояние. Вы можете посередаться со спонсором? Может еще помириться, зачем заранее ярлыки вешать? Я в этом смысле всегда, вы знаете, за позитивный разговор. Вдруг спонсор вернется, вдруг он скажет, хочу программу «Культура». И вдруг у нас будет возможность опять как бы эту программу возобновить. Повторюсь, программа «Культура» была очень хорошей. Я сама занималась приглашением очень многих гостей. И многие гости в эту программу пришли, потому что я лично их звала, приглашала, обещала и приводила. И дальше бы это с удовольствием делала, если бы программа выходила на канале. Но у нас, к сожалению, или к счастью, я не знаю, есть как бы понятие как бы пакетного производства контента. Вот у нас была культура, она закончилась, закончился спонсор. У нас была программа, соответственно, «Не футбольная страна». К сожалению, мне очень жаль, мне очень нравился Дима Егорова. Она закончилась. Сейчас у нас начинается новая программа 5 ноября с Сашей Киржаковой. Логика как бы создания около спортивного контента, мне кажется, уже всем понятная. Я про это достаточно много сказала. Будут спонсоры, будут ведущие. Если у вас есть какие-то кандидатуры, то есть помимо Саши Киржакова, новые следующие герои. Мы только рады их видеть. Лишь бы хотели работать на телеканале Матч ТВ и хотели бы делать наш спорт чуточку лучше.